Глава 41. Опустошение земли Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспоминал неправду ее. В чаши, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ею двое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздать ей мучений и горестей, ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею, я не вдова и не увижу горести, зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачет и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные, которые разбогатели от великой роскоши ее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря, горе, горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру и багреницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство. Книга Откровения, глава 18 Вот такие суды постигнут Вавилон в день гнева Божьего. Эта блудница наполнила меру беззакония, ее время пришло, она созрела для уничтожения. Когда голос Божий возвратит его народ из плена, произойдет страшное пробуждение тех, кто все потерял в великой жизненной борьбе. Во время испытания они, ослепленные сатанинскими обольщениями, оправдывали свой греховный образ жизни, богатые гордились своим превосходством над лишенными таких преимуществ, но они разбогатели, нарушая закон Божий. Они пренебрегали своим долгом кормить голодных, одевать ногих, действовать справедливо и любить дела милосердия. Они стремились возвысить себя и добиться почитания от людей таких же смертных, как они. Теперь они потеряли все, что делало их великими, и остались бедными и беззащитными. С ужасом они смотрят на уничтожение идолов, которых предпочли своему Творцу. Продав свои души за земные богатства и наслаждения, они не стремились обогатиться в Боге и в результате потерпели полное крушение. Их внутреннее довольство сменилось горечью и досадой. Все их сокровища обратились в прах. Накопленная за целую жизнь уничтожена в одно мгновение. Богатые рыдают над разваленными своих великолепных особняков, над развеянными по ветру золоту и серебру. Внезапно они перестают рыдать, сознавая, что сами должны погибнуть вместе со своими идолами. Нечестивые сожалеют не о том, что они проявляли греховное пренебрежение к Богу и ближним, а о том, что Бог одержал победу. Они рыдают о последствиях своих грехов, но не раскаиваются о своем нечестии. Будь это возможно, они использовали бы любое средство, чтобы победить. Теперь мир видит, что те, над кем они издевались и насмехались, и даже хотели стереть с лица земли, остались невредимыми после язв, бури, землетрясений. Тот, кто для нарушителя его закона есть огонь пожирающий, для своего народа является безопасным убежищем. Духовному служителю, пожертвовавшему истиной ради человеческой благосклонности, теперь открывается суть его учений. Всевидящее око наблюдало за ним, когда он стоял на кафедре, шел по улице, общался с людьми. Теперь все это обнаруживается. Каждое его чувство, каждая написанная строка, каждое произнесенное слово, каждый поступок, вводивший людей в заблуждение, были посеянным семенем. И теперь в окружающих его жалких погибших душах он видит созревшую жатву. Господь говорит, «И врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет». Вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотел опечалить, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей. «Горе пастырем, которые губят и разгоняют овец паства моей, вот я накажу вас за злые деяния ваши. Рыдайте, пастыре, истинайте, и посыпайте себя прахом вожди стада, ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и не будет убежище пастырем и спасения вождям стада». Служители и народ понимают, что они не поддерживали правильных отношений с Богом. Они видят, что восстали против автора всех справедливых и праведных законов. Устранение божественных предписаний открыло путь всевозможному злу, раздору, ненависти, беззаконию, пока земля не превратилась в огромное поле вражды и бездну разврата. И все, отвергшие истину и избравшие путь лжи, увидят это. Язык не в состоянии описать тоску, которую будут испытывать все нечестивые и неверные при мысли о том, что вечная жизнь для них потеряна навсегда. Люди, перед дарованием и красноречием которых преклонялся весь мир, теперь видят все в настоящем свете. Они понимают, чего лишились из-за своих преступлений. Они падут к ногам тех, над верностью которых прежде издевались и насмехались, и признают, что Бог возлюбил их. Люди понимают, что их обманули. Они обвиняют друг друга в своей гибели, но самые горькие обвинения выпадают на долю духовных пастырей. Эти неверные пастыри предрекали лишь приятное, уча своих слушателей считать закон Божий недействительным и притеснять тех, кто свято чтил его. Теперь в отчаянии эти учителя сознаются перед всеми, что обманывали людей. Ярость охватывает толпы людей. Мы погибли, кричат они, погибли из-за вас. И они набрасываются на лжепастырей. Те же люди, которые больше всех восхищались своими пастырями, осыпают их самыми ужасными проклятиями. Те же руки, которые некогда увенчивали их лаврами, теперь поднимаются, чтобы убить их. И мечи, которые были приготовлены для уничтожения народа Божьего, теперь обращаются против врагов. Повсюду происходит борьба и кровопролитие. Шум дойдет до концов земли. Ибо у Господа состязание с народами. Он будет судиться со всякою плотью. Нечестивых он предаст мечу. Шесть тысяч лет продолжалась великая борьба. Сын Божий и небесные посланники, преодолевая сопротивление лукавого, предостерегали, просвещали, спасали детей земли. Теперь каждый сделал для себя выбор. Нечестивые окончательно соединились с сатаной в его борьбе против Бога. Настало время восстановить авторитет попранного закона Божьего. Теперь Бог вступает в борьбу не только с сатаной, но и с людьми. У Господа состязание с народами. Нечестивых он предаст мечу. На челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, будет поставлен невидимый знак избавления. Затем выйдет ангел смерти, представленный в видении Езекииля людьми со смертоносным оружием, которым дано повеление. Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего. Пророк говорит, начали они с тех старейшин, которые были пред домом. В первую очередь будут уничтожены те, кто считали себя духовными наставниками народа. Неверные стражи падут первыми, им не будет пощады. Мужчины, женщины, девицы и маленькие дети погибнут все вместе. Ибо вот Господь выходит из жилища своего, наказать обитателей земли за их беззаконие. И земля откроет поглощенную ею кровь, и уже не скроет убитых своих. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах. И глаза у него и ставят в яминах своих, и язык его и сохнет во рту у него. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа. Так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. От бушующих в них неистовых страстей, и от ужасного излития гнева Божьего, несмешанного с милостью, погибнут нечестивые жители земли, священники, начальники, богатые, бедные, великие и малые. И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, и не будут оплаканы, и не будут прибраны и похоронены. Иеремия, глава 25. При втором пришествии Христа нечестивые будут стерты с лица земли, истреблены духом уст его, и уничтожены сиянием слава его. Христос возьмет к себе свой народ в град Божий, земля и безлюдие. Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассевает живущих на ней. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена. Ибо Господь изрек слово сие, ибо они приступили закон, изменили устав, нарушили вечный завет, зато проклятие поедает землю и несут наказание, живущее на ней, зато сожжены обитатели земли. Исайя, глава 24. Вся земля выглядит заброшенной пустыней. Всюду развалины, разрушены землетрясением городов и селений, вырваны из корня деревья, каменные глыбы, выброшенные морем или отколовшиеся от скал, а в тех местах, где горы были рассечены до основания, зияют огромные впадины и пещеры, происходит событие, на которое в прообразе указывает последнее торжественное служение судного дня. После того, как заканчивалось служение во святом святых, и грехи Израиля удалялись из святилища кровью жертвы за грех, тогда пред лицо Господа приводили козла отпущения, и в присутствии всего собрания первосвященник исповедовал над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возлагал их на голову козла. Подобным же образом, когда окончится дело искупления в небесном святилище, тогда в присутствии Господа, небесных ангелов и сонноискупленных, грехи народа Божьего будут возложены на сатану. Его объявят виновником всего зла, которым он подстрекал детей Божьих. Как козел отпущения отсылался в необитаемую пустыню, так и сатана будет изгнан на опустевшую землю, в необитаемую мрачную пустыню. Автор книги Откровения предсказывает изгнание сатаны и состояние хаоса и запустения, в котором окажется земля, сообщая, что такое состояние будет длиться тысячу лет. После описания второго пришествия Христа и истребления нечестивых в пророчестве сказано «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змеи древнего, который из дьявола сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его бездну, и заключил его. И положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысячи лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Откровение, глава 20. Из других мест Писания яствует, что выражение «бездна» означает погруженную во мрак и хаосу землю. О состоянии земли вначале Библия говорит, что она была безвидна и пуста, и тьма над бездной. В пророчестве сказано, что, по крайней мере, частично земля вернется в это состояние. Взирая на великий день Божий, пророк Еремия говорил, «Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот кормил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его». Еремея, глава 4. «Здесь в течение тысячи лет будут жить сатана и бесы. Прикованный к земле, он не сможет проникнуть в другие миры, чтобы искушать их непавших обитателей досаждать им. В этом смысле сатана окажется скован, потому что не останется никого, над кем бы он мог проявлять свою силу. Он будет полностью лишен возможности обольщать и губить людей, что в течение долгих столетий было его единственной радостью». Пророк Исайя, взирая на низложение станы, восклицал, «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари. Разбился о землю попиравшей народы, а говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе, тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустыню и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой». На протяжении шести тысяч лет восстание сатаны колебало землю. Он вселенную сделал пустыню и разрушал города ее, и он пленников своих не отпускал на свободу. В течение шести тысяч лет он принимал в свою темницу детей Божьих, и они навсегда остались бы его пленниками. Но Христос разбил эти оковы и вернул узникам свободу. Сатана не будет иметь власти даже над нечестивыми. Он останется наедине с бесами, чтобы на себе испытать последствия проклятия, причиненного грехом. «Все цари народов, все лежат с честью, каждый своей усыпальницы. А ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь. Не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой». В течение тысячи лет сатана будет бродить по опустошенной земле, зерцая плоды своего восстания против закона Божьего. Он будет сильно страдать в это время. С момента падения ему было некогда задуматься над своими деяниями. Но теперь, лишенный своей силы, он будет иметь возможность подумать о том, что он совершил с того дня, когда впервые восстал против небесного правления. И с трепетом и ужасом ожидать страшного будущего, когда он должен будет пострадать за все причиненное им зло и понести наказание за все грехи, которым толкнул людей. Пленение сатаны сильно обрадует народ Божий, пророк говорит. «И будет тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха, и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был. Ты произнесешь победную песню царя Вавилонского, который здесь изображает сатану, и скажешь, как ни стало мучителя, сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием». В течение тысячи лет, между первым и вторым воскресеньем, будет происходить суд над нечестивыми. Апостол Павел указывает, что этот суд начнется после второго пришествия Господа. «Посему не судите никак прежде времени, пока не приедет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения». Даниил говорит, что когда пришел ветхие днями, суд дан был святым Всевышнему. В это время праведные сделаются царями и священниками Богу. Иоанн говорит в Откровении, «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить». Они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. И это и будет то время, которое предсказал апостол Павел. Святые будут судить мир. Вместе со Христом они будут судить нечестивых, сравнивая их поступки с книгой закона, Библией, и решая дело каждого в соответствии с тем, что он делал, живя в теле. И вынесенный приговор напишут против имени каждого в книге смерти. Христос и его народ будут судить сатану и злых ангелов. Павел говорит, «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» И апостол Иуда заявляет, «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах, под мраком, на суд великого дня». По окончании тысячи лет произойдет второе воскресенье. Тогда встанут нечестивые, воскреснут из мертвых и предстанут перед Богом, чтобы выслушать свой приговор. Иоанн, автор Откровения, описав воскресенье праведных, говорит, «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет». И пророк Исаия говорит о нечестивых, «И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны». Глава 42. Конец борьбы. Когда окончатся тысячи лет, Христос снова придет на землю в сопровождении сонма искупленных и верениц ангелов. Когда Он нисходит в потрясающем величии, то повелевает всем умершим нечестивым воскреснуть, чтобы принять свою участь. Они выходят из могил в великом множестве, бесчисленные, как песок морской. Как резко отличаются они от тех, кто воскрес при первом воскресении. Праведники обличены в бессмертную юность и красоту. Нечестивые несут на себе следы болезни и смерти. Глаза всех в этой громадной толпе обращены на славу Сына Божьего. Множество нечестивых единодушно восклицают, «Благословен грядущий во имя Господне». Но нелюбовь к Иисусу вынуждает их произнести эти слова. Сила истины вырывает из их уст эти невольные слова. Нечестивые выходят из могил с той же враждебностью ко Христу и с тем же самым духом возмущения и непримирения, с которыми они сошли туда. У них не будет больше времени благодати, чтобы исправить пороки прошлой жизни. Этот испытательный срок ничего не изменил бы. Жизнь, проведенная в беззаконе, не смирила их сердец. И если бы время благодати было даровано им вновь, они провели бы его как прежде, уклоняясь от выполнения требований Бога и восставая против Него. Христос восходит на Иллионскую гору, откуда Он и вознесся после Своего воскресения, и где ангелы повторили обетование о Его возвращении. Пророк говорит, «Придет Господь Бог мой, и все святые с Ним, и станут ноги Его в тот день на горе Иллионской, которая пред лицем Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Иллионская весьма большою долиною, и Господь будет царем над всею землею, в тот день будет Господь един, и имя Его едино». Захария, глава 14 Когда затем в ослепительном великолепии с неба сходит Новый Иерусалим, Он опускается на место, очищенное и приготовленное для Него, и Христос вместе со Своим народом и ангелами входит во святой город. Теперь Сатана готовится к последней великой битве за власть во Вселенной. Решенной силой и возможности обольщать людей, князь зла находился в жалком и отчаянном состоянии. Но теперь, после воскресения нечестивых, Он видит, что на Его стороне огромное множество, Его надежды оживают, и Он решает не сдаваться в великой борьбе. Он поведет все армии погибших под своим знаменем и с их помощью попытается осуществить свои мечты. Нечестивые – его пленники. Отвергнув Христа, они признали власть главаря мятежников и готовы поминоваться Его приказам и указаниям. Однако верный своему коварству, Он не открывает своего настоящего лица. Он выдает себя за полноправного владыку этого мира, у которого незаконным образом отобрано его владение. Он представляется как освободитель своим обманутым подданным, заверяя, что это Его силы, а не выведенные из могил, и теперь Он намерен освободить их от самой ужасной тирании. В отсутствии Христа сатана творит чудеса, чтобы доказать правомерность своих притязаний. Слабых Он делает сильными, воодушевляя всех своим духом и энергией. Он предлагает им пойти на стан святых и приступом владеть градом Божьим. Со злорадным торжеством Он указывает на несметные миллионы воскресших из мертвых и заявляет, что, будучи их предводителем, Он силен не изложить город и вернуть себе свой престол и царство. В этой несметной толпе есть множество долгожителей допотопного мира, людей исполинского телосложения и могучего интеллекта, которые, попав под власть падших ангелов, посвятили все свои знания и дарования самовозврушению. Эти люди создали шедевры искусства. Перед их гением преклонялся мир. Но своей жестокостью и чудовищными изобретениями они осквернили землю, исказили образ Божий и заставили Господа стереть их с лица земли. Здесь цари и полководцы, побеждавшие целые народы, храбрые мужи, не знавшие поражения ни в одном сражении, гордые надменные войны, при одном приближении которых трепетали царства. Смерть не изменила их. Выйдя из могил, они продолжают думать о том, что волновало их перед смертью. Ими управляет та же страсть к завоеваниям, которая обуревала их в прошлом. Сатана советуется со своими ангелами, а также и с царями, завоевателями и сильными мира сего. Сознавая свою силу и численное превосходство, они заявляют, что армия за стенами города мала по сравнению с их силами, и ее можно одолеть. Они составляют планы о владевании богатством и славой Нового Иерусалима. И все тотчас же начинают готовиться к битве. Искусные оружейники сооружают боевые средства. Военачальники, прославившиеся своими победами, выстраивают воинов. Наконец, отдается приказ к наступлению, и несметные полчища трогаются с места. С тех пор, как начались войны на земле, у земных завоевателей не было такой армии, представляющей собой объединенные силы всех времен. Сатана, самый могущественный воитель, идет впереди, а его ангелы объединяют силы для этой последней схватки. В его рядах цари и воины, и все множество людей разделены на отдельные полки, и у каждой из них свой предводитель. В полном боевом порядке сомкнутые ряды движутся вперед по искореженной, вздыбленной земле к городу Божьему. По повелению Иисуса, борота Нового Иерусалима закрываются, и сатанинские полчища окружают город, готовясь к нападению. Теперь враги Христа снова видят его. Высоко над городом, на основании заслепительного золота, утвержден престол, высокой и превознесенный. На нем сидит Сын Божий, а вокруг него подано Его Царство. Ни одно перо не в состоянии описать, и ни один язык не в состоянии выразить могущество и величие Христа. Слава вечного Отца окружает Сына. Свет Его присутствия наполняет собой град Божий, проникая через ворота, освящая своим сиянием всю землю. У самого престола стоят те, кто когда-то ревностно служил сатане, но кто подобно головне, выхваченный из огня, с глубоким искренним посвящением пошел за своим Спасителем. А за ними стоят те, кто среди обмана и неверия достиг христианского совершенства, кто чтил закон Божий, тогда как весь христианский мир объявил его ненужным. И дальше – миллионы мучеников за веру из всех народов и веков. А внизу стоит великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен, и народов, и языков пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Их борьба окончена, победа одержана. Они прошли жизненное поприще так, что удостоились награды. Пальмовые ветви в их руках – символ их победы, а белые одеяния олицетворяют незапятную праведность Христа, которая теперь стала и их праведностью. Из уст искупленных раздается песня хвалы, которая отзывается эхом под небесными сводами «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле» и «Агнцу». Колоса ангелов и серафимов сливаются с восторженным хором спасенных. Когда искупленные увидят силу и злобы сатаны, они как никогда раньше поймут, что только сила Христова могла сделать их победителями. Во всем этом ослепительном множестве искупленных не встретится никто, кто бы мог приписать свое спасение себе, сказать, что победа достигнута его собственной добродетелью и силой. Ни слова не говорится о том, что они сделали и перенесли. Лейтмотивом каждой песни и гимна будут слова «Спасение Богу нашему» и «Агнцу», собравшиеся обитатели земли и неба, окончательно признают и коронуют своим владыкой Сына Божьего. И теперь, обреченный наивысшим величием и силой, царь царей произносит приговор над восставшим против его правления и совершает справедливый суд над теми, кто нарушал его закон и угнетал его народ. Пророк Божий говорит, «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая из книг жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Как только откроются книги, и Иисус устремит свой взгляд на нечестивых, они вспомнят все грехи, которые когда-либо совершили. Они увидят, какой момент жизни сошли они с пути чистоты и святости, и как гордость и своеволие привели их к нарушению закона Божьего. Словно написанные огненным пером, перед ними предстанут те обольстительные искушения, которым они уступали через греховное самоугождение, неправильно использованные благословения. Презрительное отношение к вестникам Божьим, отвергнутые ими предостережения, волны божественной милости, разбившиеся об их упрямые, непокаявшиеся сердца. Над престолом возвышается крест, и как бы в панораме, сменяя друг друга, проходят сцены искушений и падения Адама, и последующие события великого плана спасения, скромное рождение Спасителя, его юность, прошедшая в послушании и простоте, его крещение в Иордане, посты и искушения в пустыне, его служение, открывшее людям самые ценные благословения неба, дни, насыщенные делами любви и милосердия, ночи молитвы и бодрствования, среди одиночества гор, заговоры, вызванные завистью, ненавистью и злобой в награду за его благодеяние, таинственная страшная мука в Гефсимании, когда над ним тяготело непосильное бремя грехов всего мира. Вот он предан Иудой в руки кровожадной толпы. Вот страшные события той ужасной ночи, когда его, узника не оказывающего сопротивления, оставленного самыми близкими учениками, вели по улицам Иерусалима, грубо толкая вперед. Сын Божий, приведенный толпой со злорадным торжеством к Канне и судимый первосвященническому дворце в судилище Пилата, перед трусливым и жестоким Иродом, где он осмеян, поруган, мучим и осужден на смерть. Все это ярко представлено в панораме. Затем в трепещущей толпе открываются последние сцены. Терпеливый страдалец идет на Голгофу. Царь неба висит на кресте. Надменные священники и глумящаяся чернь издеваются над его предсмертными муками. Сверхъестественная тьма. Содрогающаяся земля. Грохот рассевшихся скал. Отверстия могилы, ознаменовавшие собой момент смерти, искупителя мира. Это страшное зрелище предстает во всей своей подлинности. Сатана и его ангелы и приверженцы не могут отвести глаз от картины своих собственных деяний, и каждый участник этих событий вспоминает ту роль, которую он сыграл. Ирод, по приказу которого были убиты невинные владенцы Вифлеема, чтобы таким путем погубить царя Израильского. Подлые иродиады на совести которой лежит кровь Иоанна Крестителя. Слабовольный, приспосабливающийся к обстоятельствам и времени Пилат. Глумящиеся солдаты. Священники. Начальники и обезумевшая толпа, кричащая кровь его на нас и на детях наших. Все они видят чудовищность своей вины. Они напрасно пытаются укрыться от божественного величия и славы его лица, превосходящего своим сиянием славу солнца. В это же время искупленные бросают свои венцы к ногам спасителя и восклицают «Он умер за меня!» Среди сонма искупленных есть и апостолы Христа. Здесь героический Павел, пламенный Петр, любящие и любимые Иоанны, их преданные собратья, а вместе с ними огромное множество мучеников. За стенами же города находятся те, кто преследовал, заточал в темницу, убивал их. Люди, исполненные всевозможных пороков и мерзостей. Здесь Нерон. Это жестокое развратное чудовище. Он видит теперь радость и счастье тех, над кем некогда издевался и в чьих страшных мучениях находил сатанинское наслаждение. Его мать также здесь. Она видит плоды своего воспитания. Ведь, унаследовав от нее определенные черты характера, находясь под ее тлетворным влиянием и руководствуясь ее примером, ее сын совершил преступления, которые заставили содрогнуться мир. Здесь папские служители и прилаты, которые мнили себя посланниками Христа, дыбы, темницей, кострами, делая все возможное, чтобы поработить совесть его народа. Здесь высокомерные папы, которые ставили себя выше Бога и присвоили себе право изменять закон Всевышнего. Эти так называемые отцы церкви должны будут давать отчет Господу, от которого они с радостью убежали бы. Слишком поздно они убеждаются, что Всеведущий Бог – ревнитель своего закона и что Он ни в коем случае не оправдает виновного. Они видят теперь, что Христос на стороне страдальцев и сознают всю силу Его слов. «Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Все нечестивые, обвиняемые в измене небесному правлению, теперь предстают пред судом Божьим. У них нет защитника. Для них нет оправдания и им выносится смертный приговор. Теперь всем становится очевидно, что последствиями греха является не высшая степень свободы и вечной жизни, а рабство, разрушение и смерть. Нечестивые видят, чего они лишились вследствие своего упрямства и непослушания. Они с презрением отнеслись к превосходящей вечной славе, предложенной им. Но какой желанной она теперь кажется им. «Все это», — восклицает погибший грешник, «я мог бы иметь, но я предпочел все это отвергнуть. У роковое ослепление я променял мир, счастье и честь на отчаяние, страдание и позор». Все понимают, что их справедливо не допустили на небо. В своей жизни они заявляли, «Мы не хотим, чтобы этот человек Иисус правил нами». Как зачарованные, нечестивцы смотрят на воцарение Сына Божьего. Они видят в Его руках скрижали божественного закона, заповеди, которые они презирали и нарушали. Они слышат голоса искупленных, полное изумления, восторга и обожания. И когда чарующие звуки музыки доносятся до толпы, стоящей за воротами города, все единогласно восклицают «Великие и чудные дела Твои, Господи, Божий Вседержитель!» «Праведные истины пути Твои, Царь Святых!» И, простерший сниц, поклоняется князю жизни. При виде славы и величия Христа сатана словно парализован и поражен молнией. Тот, кто некогда был осеняющим херувимом, вспоминает, откуда он не спал. Светлый Серафим, сын Зари. Как он изменился! Как он пал! Он навсегда исключен из совета, где когда-то пользовался уважением. Он видит, что теперь другой стоит перед Отцом, покрывая его славу. Он видит, как ангел величественной осанки, могучего вида и приятной наружности, возлагает на голову Христа венец и знает, что эта высокая честь принадлежала бы ему, Люциферу. На память ему приходит обитель его невинности, чистоты, внутренний мир и удовлетворение, которыми он обладал, пока не начал роптать против Бога и завидовать Христу. С какой поразительной отчетливостью он вспоминает свои обвинения, восстания, всевозможные хитрые уловки, к которым он прибегал, чтобы завоевать симпатию и поддержку ангелов. Тогда Бог еще мог даровать ему свое прощение, но он наотрез отказался раскаяться. Перед его мысленным взором проходит все, что он совершил. Вражда между людьми, ужасные смертоубийства, возникновение и падение царств, государственные перевороты, длинная цепь восстаний, конфликтов, революций. Он вспоминает свои постоянные попытки противодействовать работе Христа или все глубже топить человека в пучении греха. Он видит, что его адские заговоры оказались бессильными и уничтожить тех, кто всецело доверялся Иисусу. И, оглядываясь на свое царство, плоды своих трудов, сатана видит только поражение и гибель. Он заставил это множество народу поверить, что град Божий будет легкой добычей, но он знает, что это ложь. Неоднократно в этой великой борьбе он терпел поражение и вынужден был отступать, и ему также хорошо известны силы и величие вечного. Великий мятежник всегда ставил перед собой цель оправдаться и возложить ответственность за свое восстание на божественное правление. Для этого он напрягал все силы своего могучего интеллекта. Работая обдуманно, систематически, и, имея удивительный успех, он побуждал огромное множество людей принимать его точку зрения относительно этой великой вековечной борьбы. На протяжении долгих тысячелетий этот великий мастер заговоров подменял истину ложью. Но теперь настало время, когда его восстанию должен быть положен конец, а его намерения и характеры должны быть раскрыты перед всеми. Этот великий обманщик полностью разоблачает себя последней попыткой лишить Христа престола, уничтожить его народ и завладеть градом Божьим. И все объединившиеся с ним видят полнейший провал его замыслов. Сатанинские козни против правления Божьего становятся очевидны последователям Христа и верным ангелам. И все испытывают отвращение к нему. Сатана видит, что его упорное непослушание сделало невозможным его пребывание на небе. Он долгое время упражнял свои силы в борьбе против Бога. Чистота, мир и царящая на небе гармония были бы для него мучительной пыткой. Его обвинения против милосердия и справедливости Божьей теперь умолкают. Упрек, который он осмелился бросить, и Иегове обратился против него самого. Теперь сатана преклоняется перед Богом и признает справедливость вынесенного ему приговора. «Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои». Все вопросы истины и заблуждения, бывшие предметом долгих споров, теперь становятся ясными. Взору всех сотворенных разумных существ открываются последствия восстания, результаты отвержения божественных предписаний. Вся Вселенная видит, к чему приводит правление сатаны и к чему правление Божье. Сатана осужден своими же делами. Божья мудрость, его справедливость и доброта полностью реабилитированы. Все понимают, что во всех своих действиях в этом великом противоборстве двух сил Бог преследовал цель вечного блага для Своего народа, а также и для всех сотворенных им миров. Да славит Тебя Господи все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои. История греха во всю вечность будет свидетельствовать о том, что счастье всех сотворенных Господом существ неотделимо от соблюдения закона Божьего. Ознакомившись с фактами великой борьбы, вся Вселенная и верные Богу, и мятежники единодушно признают «Праведны и истины пути Твои, Царь Святых». Всей Вселенной ясно показана великая жертва, принесенная Отцом и Сыном ради человека. Пришел час, когда Христос занимает подобающее Ему по праву положение. Он прославлен превыше всех начальств, властей и всякого имени. Ради предлежащей Ему радости привести многих сыновей в славу, Он претерпел крест и пренебрег посрамлением. И хотя Он пережил непостижимые мучения и позор, все это ничто в сравнении с той радостью и славой, которую Он теперь имеет. Он смотрит на искупленных, на свой образ, восстановленный в них, на каждое сердце, доносящее совершенную печать Божества, на каждое лицо, уподобленное Своему Царю. Он с удовлетворением видит в них плоды подвига, которые совершила Его душа. Затем все праведные и нечестивые слышат Его слова. «Вот искупленные Моей кровью, за них Я страдал, за них Я умер, чтобы они были вместе со Мной во веки и веки». И искупленные, стоящие у престола в белых одеждах, возносят хвалебный гимн «Достоин агнец закланный, принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь, и славу, и благословение». Хотя Сатана и был вынужден признать справедливость Бога и верховную власть Христа, но сущность Его остается неизменной. Дух возмущения, подобно могущественному потоку, снова овладевает им и прорывается наружу. Придя в бешенство, он решает не сдаваться в великой борьбе. Настал момент последней отчаянной схватки с Небесным Царем. Он бросается в гуще своих подданных, старается воодушевить их своей яростью и убедить немедленно вступить в бой. Но из всех несметных миллионов, вовлеченных им в восстание, никто больше не признает Его верховной власти. Его владычеству пришел конец. Нечестивые исполнены той же самой ненависти к Богу, что и Сатана, но они видят, что их дело безнадежно, и они не смогут превозмочь Иегову. Воспламенившись гневом против Сатаны и его сообщников, с демоническим бешенством они набрасываются на них. Господь говорит, «Так, как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов. И они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, не изведут тебя в могилу. Я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херуем осеняющей, из среды огнистых камней. Я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню. Ибо гнев Господа на все народы и ярость его на все воинство их он предал их заклятию, отдал их на заклание. «Дождем прольет он на нечистивых горящие угли, огонь и серу, и палящие ветер их доли из чаши. Огонь нисходит с неба от Бога, земля разверзается, и скрытое в ее глубинах оружие поднимается на поверхность. Из всех бездны провалов вырывается все поглощающее пламя, даже скалы и те горят. Пришел день, пылающий, как печь. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Вся поверхность земли кажется одной расплавленной массой, огромным кипящим огнедышащим морем. Наступил день суда и гибели для нечистивых, день мщения у Господа, год возмездия за Сион. Нечистивые получают свое возмездие на земле. Они будут как солома. И пополитый грядущий день, говорит Господь Савалов. Одни уничтожаются мгновенно, а другие страдают многие дни. Все будут наказаны сообразно делам своим. Грехи праведных возложены на сатану, и поэтому он должен страдать не только за свое непослушание, но и за все грехи, которым он подстрекал народ Божий. Он будет наказан гораздо строже приличенных им. После того, как погибнут все жертвы его обмана, он все еще будет мучиться и страдать. В очищающем огне нечистивые будут окончательно уничтожены корень и ветви. Сатана корень, а его последователи ветви. Свершилось полное возмездие за нарушение закона. Требования справедливости удовлетворены. Видя все это, и небо, и земля признают праведности Иеговы. Навсегда положен конец разрушительной работе сатаны. В течение шести тысяч лет он действовал по своему произволу, наполняя землю горем и причинял страдания всей вселенной. Все творение стенало и мучилось от боли. Теперь творение Божье навеки избавлено от его присутствия и искушений. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. Вся непавшая вселенная возносит хвалу и ликует. Слышен голос многочисленного народа, как бы шум ввод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя», «Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Когда землю охватывает истребляющий огонь, праведный находится в святом городе, в полной безопасности. Над участниками первого воскресения вторая смерть не имеет власти. Если для нечестивых Бог есть огонь поедающий, то для своего народа Он солнце ищит. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Огонь, истребивший нечестивых, одновременно очищает землю, удален всякий след проклятия. Никакой вечно пылающий ад не будет напоминать искупленным о страшных последствиях греха. Навеки останется только одно – следы распятия на теле нашего Искупителя. Раны на Его окровавленном челе, на боку, на руках и ногах будут единственным напоминанием о жестокости греха. Взирая на славу Христа, Пророк говорит, «От руки Его лучи, и здесь тайники Его силы». Его пронзенные руки и бок, откуда текла алая струя, примирившая человека с Богом, – это слава Спасителя. Здесь тайник Его силы. Сильный, чтобы спасать через жертву искупления, Он может произвести суд над теми, кто презрел милость Божью. Знаки унижения – это Его наивысшее достоинство, и в течение бесконечных веков голговские раны будут прославлять Его и проповедовать о Его силе. «А ты, башня стада, холм щели Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество». Настал угожданный час, которого ожидали все святые мужи с тех пор, как пламенный меч, преградил первой чете путь Ведем – время для искупления удела Его. Великий план искупления вновь возвращает человеку землю, которая вначале была дана ему в владение, но которой он уступил сатане, и которая столько времени находилась во власти этого могущественного врага. Все утраченное грехом возвращается. Из опасения, что будущее наследие святых покажется слишком материальным и приземленным, многие пытались дать лишь духовное толкование грядущей реальности и, таким образом, свести на нет те истины, которые позволяют нам смотреть на нашу будущую отчизну, как на свой дом. Христос обещал своим ученикам, что Он идет приготовить обители для них в Доме Отца. Те, кто принимает учение Слова Божьего, не будут находиться в полном неведении о небесных обителях, и все же не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Человеческий язык не способен описать награду праведных. Она станет понятна только тем, кто увидит ее. Ограниченный разум не в состоянии постичь Славу Божьего Рая. В Библии наследие спасенных названо Отечеством. Там небесный пастырь водит своих овец к источникам живой воды. Там дерево жизни ежемесячно приносит свои плоды, и листья его служат благу народов. Там текут вечные потоки, чистые, как кристалл, и растущие около них деревья бросают свою тень на тропинке, приготовленные для искупленных Господа. Там просторные долины, мягко переходят в прекрасные холмы, и горы Божьи вздымают свои величественные вершины. И там, в мирных долинах, на берегах живых потоков, народ Божий, эти усталые скитальцы и путники, наконец обретут свою Родину. Тогда народ мой будет жить в обители мира, и в селениях безопасных, и в покоящих блаженных. Не слышно будет более насилия в земле Твоей, опустошения и разорения в пределах Твоих. И будешь называть стены Твои спасением, и ворота Твои славы, и будут строить домы и жить в них, и насаждать виноградники есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел. И избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Там возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и рассветет, как нарцисс. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и малое дитя будет водить их, пишет пророк Исаия. На небе не может быть мучений и боли. Там не будет больше ни слез, ни похоронных процессий, ни горестных рыданий. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля. Ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И ни один из жителей не скажет, «Я болен». Народу, живущему там, будут отпущены согрешения. Там Новый Иерусалим, столица прославленной Новой Земли, венец славы в руке Господа и царская диадема на длани Бога Твоего. Светило это подобно драгоценнейшему камню, как бы камню, яспису кристалловидному. Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою. Господь говорит, «И буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе Моем. Се скинье Бога с человеками, Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». «В граде Божьем не будет ночи. Там никто не будет нуждаться в отдыхе или жаждать Его. Исполнение воли Божьей и прославление Его имени не вызовет усталости. Мы всегда будем ощущать свежесть бесконечного утра, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их. Солнечные лучи заменят приятное мягкое сияние, во много раз превосходящее полуденный блеск нашего светила. Слава Бога, и Агнеца немеркнущим светом наполняет святой город. Искупленный ходит в славе вечного дня, хотя она исходит не от солнца. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель храм Его, и Агнеца. Народ Божий получит преимущество открытого и свободного общения с отцом и сыном. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Мы видим образ Божий, отраженный, как в зеркале в творениях природы и в его отношениях с людьми. Но тогда мы увидим Его лицом к лицу, между нами не будет промежуточной завесы. Мы будем стоять в Его присутствии и видеть славу Его лица. Там искупленные познают, подобно тому, как и они познаны. Нежные чувства любви и участия, которые сам Бог насадил в душе человека, будут выражены там самым прекрасным образом и получат дальнейшее развитие. Чистое общение со святыми существами, гармоничная жизнь в обществе блаженных ангелов и верных всех веков, которые омыли одежды свои и убелили их кровью Агнца, святые узы, связывающие воедино всякое Отечество на небесах и на земле, все это будет составлять блаженство искупленных. Там бессмертный разум с неувидающим восторгом будет созрцать чудеса творческой силы и тайны искупительной любви. Там не будет жестокого врага-обольстителя, искушающего забыть Бога. Станут развиваться все способности, умения, навыки, умножится каждый талант. Приобретаемые знания не приведут к умственному переутомлению или истощению жизненных сил. Там можно будет осуществлять самые грандиозные проекты, притворять в жизнь самые возвышенные стремления, самые смелые планы. Но и после этого будут новые вершины, которые следует взять, новые чудеса, которые будут вызывать восхищение, новые истины, которые нужно постигать, новые объекты исследования, требующие приложения сил, ума, души и тела. Перед искупленным народом Божьим откроются и для изучения все сокровища Вселенной. Освобожденные от уст смерти, они направят полет неутомимой мысли к далеким мирам, которые глубоко скорбели при виде человеческого горя и радостными гимнами приветствовали спасение каждой души. С невразимым восторгом дети Земли приобщаться к радости и мудрости непавших существ. Те поделятся с нами сокровищами своих знаний и мудрости, приобретенными в течение многих веков созерцания дел Божьих. Незамутненным взором они будут созерцать славу творения, солнц, звезд и небесных систем, вращающихся в установленном порядке вокруг престола Божьего. На всем творении от самого малого до самого великого начертано имя Творца и все открывает в себе богатство Его силы. И уходящие в вечность годы будут открывать все более глубокие славные истины о Боге и Христе. И по мере умножения познания будут увеличиваться любовь, благоговение и счастье. Чем больше люди будут познавать Бога, тем больше они будут восхищаться им. И когда Иисус откроет перед ними богатство искупления и удивительные достижения великой борьбы с сатаной, сердца искупленных воспламенятся еще более пылкой любовью, и с еще большим восторгом они заиграют на золотых арфах, и несметные тысячи голосов присоединятся к могучему хору словословия. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я говорила, сидящему на престоле и агнцу, благословение и честь, и слава и держава, во веки веков. Великая борьба окончена. Греха и грешников больше нет. Вся вселенная чиста, в бесчисленных творениях бьется один пульс согласия и радости, а все концы безбрежного пространства текут потоки жизни, света и радости от того, кто сотворил все, от мельчайшего атома до величайшей галактики, все одушевленное и неодушевленное в своей неомраченной красоте и совершенной радости провозглашает. Бог есть любовь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok